Мне кажется, и я надеюсь, что мы сейчас будем очень жестко менять стратегию и тактику работы Медиапрофсоюза. И я все-таки надеюсь, что в достаточно недалеком времени мы должны поменять ситуацию кардинально. Не медиамагнаты, не власть, придержащая, должны вытирать ноги у журналистов, у медиасообщества, а несколько наоборот, при встрече, как минимум, в ситуации, когда в эти ситуации вмешивается Медиапрофсоюз, я хочу, чтобы все-таки ситуация менялась кардинально, чтобы напрягались медиасобственники, чтобы напрягались господа в погонах, господа при столах и так далее. Я надеюсь, у нас есть к этому мотивация, у нас есть к этому еще не задействованные ресурсы, я думаю, с этой задачей мы справимся. И, собственно, последние наши шаги, которые мы начали предпринимать в этом плане, они показывают, что мы идем в Яной Доогой, товарищи. Потому что даже пример Донецка, когда резко заболели начальник прокуратуры, начальник налоговой инспекции и так далее, и так далее, когда губернатор вынужден был с нами разговаривать очень вежливо, когда отнятое прокурором удостоверение было немедленно возвращено журналисту, и нам вдогонку в поезд уже звонили и говорили, да нет, вы знаете, все было не так, он может прийти забрать удостоверение, да нет, вы знаете, все не так, он уже не террорист и так далее, и так далее. То есть в этом плане, я полагаю, мы будем и дальше развиваться, но, конечно же, здесь очень важная вещь – это журналистская солидарность. Поскольку, и это один из очень важнейших ресурсов, поскольку, когда на кого-то из коллег начали наезжать, начали давить, не дай Бог, напали и сбили, он не должен защищаться в одиночку, он не должен доказывать, что он не осел, а что он журналист, и что он имеет право быть журналистом односимно, я скажу, в Украине, да? Он должен чувствовать мощную поддержку, и при всем при этом, того, кто совершил преступление против журналистов, он должен сразу же, немедленно начинать себя очень плохо чувствовать. И не только формально ложиться на больничный. То есть я говорю не о физических угрозах, да, противникам, медиа, журналистам, я говорю о том, что журналистское сообщество может начать очень сильное давление на любого конкретно отдельно взятого чиновника, милиционера, охранника и так далее, и так далее. Мы просто пока до сих пор почему-то не используем наши собственные ресурсы, медийные ресурсы, может быть, в силу еще пока некой разобщенности, которую надо заканчивать. Ну вот, собственно, на этой оптимистической ноте я заканчиваю свой спич. Спасибо огромное.